Друзья, в гостях программы «Доброе утро, Алматы». Сегодня актер и продюсер Жалгас Жангазин. Доброе утро. Доброе утро. Жалгас, мы знаем, что вы очень разносторонний, очень творческий, талантливый человек, который пробует себя не только в кино, в продюсировании, но еще и профессионально занимался спортом. Как начался ваш творческий путь? Как вы выбрали для себя искусство кинематографа? Честно сказать, случайно так получилось. Я изначально учился на политолога, в дипломатии, все с этим связано. Потом познакомился с ребятами, которые учатся на кинематографистов, и операторы, режиссеры, сценаристы. И когда влился в их коллектив, меня это просто так, знаете, переманило на ту сторону, и я решил заняться кинематографом. Причем это было не в Казахстане. Нет, это там, в США, в Америке, в Калифорнии. Я, значит, проучился полтора года в колледже, и потом уже сменил свою амплуа, так сказать. То есть интересно, как выйти на эту студию. Изначально вообще занятие спортом, к чему это было желание? Я с детства занимался. Я бы сказал, что сначала я спортсмен, лишь потом уже. И после спорта перейти и захотеть стать дипломатом. Это международное отношение, я так понял, да? Да, да, да. И как судьба опять поворачивается и становится актером? Это дипломат, который прекрасно владеет нончаками, знает восточное единоборство, более того, увлекается мотоциклами. И не боится камеры. Прекрасно. Камеры чуть-чуть не боюсь все равно. А почему, в чем вот это волнение? Это волнение связано с тем, что ты недавно на этот путь, скажем так, творчески вышел? Нет, знаете, как-то на сцене я меньше волнуюсь. На сцене как-то она больше... Я больше играл на сцене, нежели в кино. Где живая энергетика. Да, живая энергетика. Театральные постановки, да? Да, да, я начинал как театральный актер непосредственно. Потом уже пошли фильмы. И камера имеет совсем другой подход. Конечно. Да, совсем другая техника. Но это разные планы, и, соответственно, само искусство несколько отличается. Так вот вопрос. Можно ли быть актером? Вот такой вопрос для тебя, не имея актерского образования. Я считаю, да, безусловно. Любой человек? Любой человек. Конечно же, есть базовая техника, базовые навыки. Это голос, речь, пластика. Но ядро само актерского мастерства, в первую очередь, зависит от самого человека, я думаю. Тут же еще коллаборация с режиссерами идет. Конечно. Это и с театральными, и с режиссерами фильма. И все зарождается в процессе. Это не то, что вот пришел человек, и он выдает вам такой суперперформанс, так сказать. Все равно режиссер помогает. Это вся коллаборация. И даже если вы не имеете актерского образования, придя на площадку, если с вами очень хорошо поработают, с вас что-то можно всегда выделить. Ну и плюс какие-то ориентиры, свои личные предпочтения, вкусы. Просто готовясь к интервью, я изучила пристрастие Жалгаса в плане кинематографа, его любимые режиссеры, его любимые актеры. И мне, например, очень импонирует то, что, несмотря на то, что вы молодой актер, у вас, как вот ориентиры, это звезды такого несколько ушедшего, может быть, периода. То есть это и Марлон Брандо, это очень такие крепкие артисты, которые... Это и школа актерская другая абсолютно. Да, конечно. Я всегда был поклонником советского театра, советского кино, потому что считаю, любой советский фильм – это актерская игра. она действительно актерская игра, и Миронов, и, значит, Смоктуновский. Все это для меня как эталон. Ну и вот тема Голливуда, 50-х, 60-х – это тот же самый советский кинематограф. То есть это было то время, когда актеры еще играли, и люди ходили не на спецэффекты, а на актерскую игру. На актерскую игру, да, на актерскую игру. Вот есть еще такое мнение, вот ты талантливый актер, вот все, ну вот что-то не получается, вот и так пытаешься, и так пытаешься. В итоге снялся в эпизодической роли, в роли второго плана, у какого-нибудь режиссера, который тебя нашел, и ты стал звездой. Есть ли такое мнение среди артистов, что актеру нужно найти своего режиссера, именно тогда он вот раскроется полностью? Ну, я, если честно, не задавался таким вопросом, потому что я еще сам, наверное, на этапе такого становления. Развития? Да. Ну, рассматривая биографии различных актеров, Джонни Депп, к примеру, он, значит, очень сильно... С Кошмара на улице Вяза с Тимом Бертоном, он очень хорошо связался, там Эдвард Руки-Ножницы, и понеслась у него. С Кортеза же, непосредственно с Леонаро Ди Каприо. Марлен Бранду имел очень крепкую связь с Ильей Казани, и, соответственно, пошли фильмы и фильмы. Шалгас Дима, я предлагаю ненадолго прервать нашу беседу. Давайте вместе посмотрим сюжет, после которого вновь вернемся в студию. Мафия – одна из самых популярных игр среди алматинской молодежи. С каждым разом к ней присоединяется все больше желающих. В городе есть несколько клубов, которые организовывают такие посиделки. Кстати, игра имеет множество различных форм и вариаций. Сегодня мы решили выяснить, что такое классическая мафия и как остаться в ней победителем. Здесь очень жесткий регламент правил, надо немножечко подольше поучиться ей, но когда человек научился играть по этим правилам, то здесь действительно интересная игра. Здесь нет такого, что грубость за столом или еще что-нибудь. Игра действительно интересная. По ней проводят международные чемпионаты, то есть есть международная федерация даже мафии, по такому она находится в Украине. То есть и наши игроки, и наши клубы тоже все ездят. Есть и в Европе чемпионаты. В игре участвует ровно 10 человек, ни больше, ни меньше. Есть две команды. Черные – мафия, их трое. И остальные – красные, мирные жители. Привет. Привет. Тут такое дело. Я собираюсь играть в игру. Ну, вы, если здесь находитесь, вы наверняка профессиональные игроки. Скажите, что делать? Ну, во-первых, добро пожаловать вообще наш клуб, нашу семью, можно так сказать. Ну, да. Если ты играешь, допустим, за красных лежаков, за шрифа, тебе желательно начинать собирать команду. Город переубеждать, чтобы они играли с тобой, и не палиться в мафии. Если ты вытащил черную карту, тебе для начала нужно создать такой вид, как будто бы ты самый мирный житель за столом. Чтобы тебе все именно верили. Думай, что говоришь. Всегда думай, что говоришь. Потому что любое твое слово может заподозрить тебя. Ну что же, попробуем сыграть. Итак, в первую ночь мафия убирает одну жертву. Днем каждому из игроков дается по одной минуте на монолог. То есть игроки говорят один за другим, поочередно высказывая свои предположения насчет мафии. Говорить всем вместе не разрешается. Если кто-либо произносит хоть одно слово не в свою очередь, получает предупреждение. За три таких ошибки игрока дисквалифицируют. Вы знаете, самое сложное, ну, для меня, это не вычислить мафию, это не найти мирных жителей, это просто во время обсуждения сидеть и молчать. Ну, девушки, наверное, меня поймут, потому что хочется, там, не знаю, жестикулировать, когда ты особенно знаешь, кто мафия, хочется прям вот все высказать. Но, увы и ах, исключат тебя и даже фамилию не спросят. Мафия — это не просто увлечение. Эта игра отлично развивает логическое мышление. Просчитывая и анализируя действия людей и групп, можно стать настоящим стратегом. Желгас, итак, 3 ноября во всех кинотеатрах страны будет премьера долгожданного фильма, которого, я думаю, многие поклонники Акана Сатаева, одного из крупнейших режиссеров, ждали с нетерпением. Ждали с кинематографа, ждали с нетерпением. Наконец-то грядет это событие. Расскажи, пожалуйста, об этой работе. Как работалось с Аканом? Да, и как проходил сам кастинг вообще? Что, какие волнения ты испытывал? Каков мэтр на площадке? Сколько вопросов у нас накопилось? В общем, как мне сказали, по-моему, было несколько тысяч человек, проходили кастинг. Серьезно? Да, по-моему, 3 тысячи человек набирали. Чуть не совсем Казахстана, по-моему. Некоторые даже звезд Казахстана не попали под какие-то определенные роли. Работать с Аханом Сатаем было одно удовольствие, сразу скажу. Потому что, это, во-первых, моя первая дебютная работа в Казахстане, в большом кино. Я работал с многими режиссерами, в основном, в Америке. И каждому режиссеру разный подход. И мне было интересно узнать, как здесь процесс, соответственно. И я очень удивился, что Ахан Сатаев очень, во-первых, у него очень тонкий режиссерский взгляд. И при этом он открыт для предложений. То есть нет такого какого-то узкого направления в подаче. Или давления, да? Да, давления. То есть на площадке я себя ощущал, как в команде. Действительно, не было какого-то вот разделения между актерами. Я посещался в команде. Единый организм, да? Единый организм. И когда ты доверяешь режиссеру, доверяешь продюсеру, если съемочная площадка, какая-то магия начинает твориться. Мы с актерами встречались после съемок, ходили кушать вместе. Там где-то пойдем погуляем вместе. То есть не было какого-то вот разделения. И Ахан Сатаев, мы часто после какого-то определенного дубля подходили смотреть плейбэк вместе с ним, с режиссером. И комментировали все вместе, понимаете? Иными словами, он был открыт для всех различных предложений. Может быть, так подать. Может быть, вот так. Может быть, здесь паузу выдержать. И делали дубль. И мне это очень поразило, что... А мне вот интересен еще такой вопрос. Чаще всего режиссеры в последнее время снимают фильмы коммерческие. Ну, которые легкие, что-то без... Ну, скажем так, без особого смысла. Просто можно посмотреть. Это фильмы, которые называют фильмы попкорн, да? Сел и все. Попкорновое кино такое. Есть фильмы фестивальные, которые заставляют задуматься. Так вот, фильм пока еще не посмотрели. Такой вопрос. Фильм районы. Это фестивальное кино? Это коммерческое кино? Или это кино, которое коммерческое, но имеет право показывать себя на фестивалях различных? Быть может, это какой-то действительно микс? Знаете, я еще сам фильм не смотрел, мне тяжело сказать. Но судя по сценарию, я думаю, это кино народное. И я думаю, оно будет интересное для всего. Понятно всем тем, кто был, жил в то время. В то время. И оно в то же время для постсоветского пространства. То есть там все 15 стран Советского Союза смогут... Могут найти что-то свое. Это самое главное. Там несколько национальностей. То есть все переплетено. Вот поэтому, продолжая задавать такие вопросы, пытаемся сюжетную линию понять. Где это снималось, где на самом деле проходили съемки. В образе кого ты снимался. И что интересного иного, может быть, узнал для себя. Съемки проходили в Алматы. По всей Алмате. По всем районам. По всем районам, так сказать, да. Я сам не с Алматы, а с Астаны. Мне было само интересно узнать предысторию всего этого. Персонаж мой, Кана, его зовут Канат. Он такой отрицательный, районский, такой... Пацанский персонаж. Пацанский персонаж, который занимается различными вещами, движениями. Что-то продает, перепродает, напрягает, где-то что-то, знаете, выживает. Можно сказать, уличный представитель улицы. Таких Канов очень много было в то время, на самом деле. Потому что выживать как-то нужно было, или как-то приходилось. Вот образ плохого героя, он дается сложнее для актера, чем образ хорошего человека. Мне, честно сказать, тяжело дается отрицательный роль. Потому что всем нутром ощущаешь этого персонажа. И как-то потом тяжелее не играть отрицательных, нежели положительных. Также мы знаем, что тренировки к фильму были очень интенсивными, продолжительными. И это действительно было поставлено на такой профессиональный поток. Потому что вот если вспомним Тома Харди, который готовился к фильму «Боец», он тренировался по 6-8 часов в день. Сколько у вас длились тренировки? Как напряженно вы готовились? Тренировки примерно длились неделю. Для кого-то больше. Соответственно, у кого больше было сцен драки, готовились дольше. У кого там одна-две драки, меньше, соответственно. Были проекты, где приходилось падать. Создание сальто, делать различным, делать постановку драки непосредственно. Это не то, что я к этому стремился сознательно. Это просто у меня есть эти навыки, я решил их использовать в кино. Я думаю, что спорт вообще настолько закаляет характер, что вот с таким мощным стержнем, таким позвоночником, я думаю, в любой сфере ты уже просто проявляешь себя на все 100. Да, спорт всегда был непосредственной частью моей жизни. Так что, дорогие зрители, занимайтесь спортом, и все у вас получится. Ну а прямо сейчас давайте посмотрим «Блиц-запрос». Когда-то осень для всех нас означала лишь одно – начало нового учебного года и День учителя – самый подходящий повод вспомнить наших учителей и поблагодарить их за бесценные уроки. Гульнара Мангельдиевна, гордое звание «Учитель», носит 16 лет. У меня был один выпуск, мои ученики до сих пор звонят, поздравляют, даже на свадьбу приглашают. И, конечно, я горжусь своими учениками. Помимо основной работы, у учителей всегда ворох дополнительной работы. Постоянные курсы повышения квалификации, отборы. В 2006-м Гульнара Жунасбекова стала финалисткой конкурса «Учитель года». Тяга к преподаванию у нее передалась по наследству. В детстве, когда я болела и не ходила в садик, я ходила с мамой в школу. И сидела за последней партой, и все время наблюдала за своей мамой. А потом приходила домой и постоянно тоже учила своих маленьких сестренок, детей своих, родственников. И, наверное, вот можно сказать, что это мое призвание, наверное. В разных странах этот праздник отмечают по-своему. Например, в США он проходит в мае. В Польше на неделю позже, чем у нас. В Австралии в этот день учителей радуют красочными фейерверками. Мы спросили алматинцев, какие воспоминания у них о школе. Вся школа была ярким воспоминанием, одним большим. Хорошее было у нас детство. По одноклассникам своим скучаю сильно. Мы вот года пять назад 50-летие отметили одноклассники. Больше всего этому празднику рады сами педагоги. Это, по сути, единственный день в году, когда учителей возносят на пьедестал. Ну что, школа – это лучшее, что есть в жизни у человека, у каждого. И несмотря на то, что учителя, в принципе, народ такой немножечко обделенный жизнью, мы все равно считаем себя самыми счастливыми людьми, потому что мы каждый день общаемся с детьми. И, в общем-то, получаем от этого огромное удовольствие вместо зарплаты большой. Школьные годы чудесные. И такие они во многом благодаря нашим преподавателям. День учителя – хороший повод вспомнить всех тех, кто научил нас читать, писать, считать и любить. Поздравьте воскресенье своих любимых учителей, ведь такие обязательно есть у каждого. Друзья, напоминаем, что сегодня гость нашей программы – известный актер и продюсер Жалгас Жангазин. В завершении нашей встречи, Жалгас, что бы ты хотел пожелать зрителям нашей программы, которые сейчас смотрят тебя и наверняка с нетерпением ждут выхода ленты «Район». Ждут 3 ноября. Дорогие алматинцы, дорогие казахстанцы, приходите на фильм «Районы 3 ноября». А вам непосредственно хочу пожелать всего самого наилучшего. Занимайтесь спортом и всего самого наилучшего. Спасибо огромное. Ну что ж, мы попросим сейчас автограф у нашего начинающего актера. Дай бог, он будет стоить потом многих-многих денег. Я думаю, что у фильма будет замечательный прокат, судя по тому, с каким успехом прошел фильм «Жалжирек Макбалада». Это один из самых крупных и масштабных эпических фильмов. Ну а мы пожелаем нашему гостю еще раз творческих успехов, побед и взлетов, конечно, больше, чем падений. Спасибо огромное за беседу. Встреча нового дня удалась на славу. Дорогие телезрители, уже завтра с 8 до 9 утра мы встретимся вновь. Ну а в эфире для вас работали мы, я, Дмитрий Рублев, и моя очередная коллега Зара Исинаман. До новых встреч.